КОЛОССЯН Немножко позже, с 6 стиха я начну, но, пожалуйста, прочитайте все. Тут говорится о том, кто мы во Христе, что Христос для нас сделал, что мы имеем, какие обетования. И теперь я хочу прочитать с 6 стиха. Посему, как вы приняли Иисуса Христа, Господа, так и ходите в Нем. Будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней, с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем, которой есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, которая воскресила Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас только Писание, которое было против нас. И он взял Его из среды и пригвоздил ко Кресту. Отняв силы у начальств и властей, властно поверг их позор, восторжествовав над ними собой. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе. Никто да не обращает вас самовольным, смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно набиваясь плотским своим умом. И не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, для чего же вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. «Все, что все и сливает от употребления, по заповедям и по учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрием и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Значит, главная мысль Колоссян, главная мысль вот именно этих стихов, которые я прочитала, для меня, например, я всегда, когда я читала, я, значит, для меня это сообщение от Бога идет. Господь мне говорит, и я слушаю, я читаю, и я это принимаю для себя. Что же я приняла для себя? Как мы говорим, давайте прочитаем опять того же шестого стиха. «Посему», значит, «поэтому», да, вы там, вы там прочитаете все, что мы во Христе, что, значит, в нем сокрыты все сокровища. Теперь «посему», «поэтому», «как я, Ника, приняла Иисуса Христа, так, говорит, Ника, как ты приняла Иисуса Христа, так и ходи в нем, ходи во Иисусе Христе». Значит, я во Иисусе Христе, Иисус Христос, Иисус Христос во мне, значит, Бог живет во мне своим Духом Святым. И, например, смотрите, как ходите в нем. «Будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Значит, надо благодарить Господа за все благодарить. И почитать себе, что я утверждена, я утверждена в чем? В том, что Иисус Христос мой Господь. Смотрите, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Значит, у нас есть, где Дух Христов, там и Свобода написано. Значит, все, что Господь нас освободил, Иисус Христос пришел, Бог сам во плоти и освободил нас от всякого закона. Закон, он должен был для того, чтобы выявить грех. Теперь, когда Иисус Христос, Он пригвозил, там, ниже будем читать опять на кресте, закон и последствия закона. Значит, если я не исполню весь закон, значит, я осуждена. Значит, Господь нас оправдал своей кровью. И теперь мы находимся в свободе Иисуса Христа, мы находимся в Его заповеди, в Дух Святой нас ведет. Мы верой живем, верой мы приняли нашу праведность. И так как мы исповедуем, что мы праведны во Иисусе Христа, наше исповедание будет, мы уже, у нас еще было видео, римлянам, у нас было, мы читали римлянам 6, 5 главе, 6 главе, 8 главе, 12, там везде написано, что праведность нам вменилась в веру. Верой нам это дало. В Колоссянах опять же, Павел опять повторяет эту тематику, эту же тему, это доктринальное учение Иисуса Христа. Значит, почему, смотрите, чтобы никто не увлез вас в философии. Философствовать, философствовать о жизни, о пути. Вы знаете, когда мы придем, когда я пришла к Богу, я говорила, что я очень много искала Бога, когда я пришла к Богу, вся эта философия утратила, потому что философия не может прийти, привести вас к пониманию, смысла жизни, пониманию вас, себя и жизни, и творения, как творения и Бога. Смотрите, пустым обречением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христову. Что такие предания человеческие? Это какие-то традиции. Это вот какие-то традиции. Вы знаете, вот когда я вошла в православную церковь, первый раз, когда я искала Бога, я вошла в православную церковь, я думала, ну, знаете, первое, что мне сказала женщина, когда я вошла, она меня обругала и сказала, что у меня нет на голове платка. Вы знаете, есть многие-многие верующие, как бы современные верующие протестанты, протестантские, например, очень такие, например, баптистские религии, пятидесятнические религии называют, как бы, динаминациями. Они, конечно, придерживаются того, что надо носить, надо обязанно носить платки. Значит, все, это обязанность, ты в церковь пришел, ты должен ходить в платке. Потому что так написано, но там, знаете, есть, мы уже читали, есть, по-моему, у меня такое видео, где мы читали, что не служат ли волосы покрытием, если не хотите покрываться, то истригитесь. И поэтому нам нужно, мы ходим в Боге, Господь, видите, обрезанием сердца написано, сердце наше обрезано. Значит, сердце наше принадлежит Господу. Обрезание вменилось, вы знаете, вот это есть правильность наша, что сердце наше обрезано. Значит, обрезание было для того, чтобы принять правильность, уверовать. И вот через верование, через эту веру, вот этот знак был обрезанием. И вот мы сейчас через веру получили сердце обрезания, не рукотворное, это написано. Поэтому, смотрите, написано, что в нем, смотрите, предание человеческое, всякое предание человеческое, значит, надо вот так делать, надо вот так сидеть, надо вот так говорить, надо вот так одеваться, надо вот, знаете, вот так молиться. Вот только так, значит, люди придумали какие-то правила, правила внутри церкви, внутри церковь для меня это собрание святых, собрание всех верующих, когда приходят, и вот в этом собрании, вот, например, называть церковь зданием, вот, я пойду в церковь, да, ну, что я пойду в церковь, это что я пойду в себя самого. Вот это вот и есть предание человеческое, то, что придумали, положили в какие-то рамки человеческие, и Господь говорит, не надо, смотрите, чтобы никто не увлек вас этим, преданием человеческим, по стихии мира, стихии мира, вот, мир положил тоже свои законы, узаконил, значит, мы должны последовать этим законам. Я не говорю о законах, которые, правила дорожного движения, или какие-то законы правительства, там, оплатить налоги, или что-то какие-то, я не говорю об этом, я говорю именно то, что учредили в собрании святых, учредили, учреждения сделали из этого, политического преждения, я бы сказала, да, и поэтому написано, что смотрите, чтобы никто в это, чтобы в это не попасть вам, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, в нем, в Господе, обитает вся полнота божества, в Иисусе Христа, Иисус Христос, Иисус, Ящи, Его, 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 человека, смотрите, и вы имеете полноту в нем, значит, Иисус Христос имеет всю полноту в Боге, он сам является Богом, и мы имеем всю полноту в нем, в Иисусе Христе, который есть глава всякого начальства и власти, всякого начальства и власти, всего, что есть глава? Иисус Христос. В нем вы обрезанное, я уже говорила про обрезание нервотворное, давайте дальше почитаем. Мы днем погребены с ним в крещении, значит, мы крестили с ним, мы умерли и мы совоскресли, значит, дальше, истребив учением, смотри, что он, истребив учением бывшее, а нас рукописание, значит, что такое рукописание? Это закон, 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 закон пришел и выявился грех, да, и он этот, он истребил это, которое было против нас, и взял его среды, закон, и пригвозил ко кресту, отняв силы у начальства властей, властно поверг их позор и восторжества над ним собой. Смотрите, там, где грех, там, где грех, там всегда закон, там, где не соблюдается закон, там всегда грех ведет к смерти, мы всегда знаем, да, а он дал нам вечную жизнь, смотрите, и он говорит, что такое, что такое, что такое, что такое предание человеческому, смотрите, что такое предание? Никто не осуждает вас за пищу и за питье, за какой-нибудь праздник, новомесячий, субботу, это есть тень будущего, а тело во Христе, значит, нету, значит, мы во Христе, у нас, мы в свободе, мы, Господь подам, мы вкушаем пищу, благодарим Господа, мы избираем, мы избираем праздник, и мы радуемся, это все мы во Христе, у нас нету закона, мы не живем под законом, мы живем по тому, как Дух Святой нас ведет, Дух Святой нас ведет, Дух Святой праведный, Святой будет нас вести, никто не обольщает вас самовольным, смиренным, мудрым, вы знаете, вот некоторые думают, что, если я вот что-то сделаю, я вот угожу Богу, я тоже так думала, я, вы знаете, я была очень религиозной, я веровала сначала в Пятидесятнической церкви, потом у меня были очень много друзей в Аптийской, и вы знаете, там у меня было много каши, в голове много религий, вот я ходила все время, вот эта религия, она меня постоянно преследовала, что если я сделаю то-то, значит я этим угожу Господу, но мы угождаем Господу, только вера, прочитайте эту главу, я просто, сейчас смотрите, вот это есть, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, не делай того, не делай того, вот эти законы поставленные, учрежденные в теле Христа, в теле Христа, это верующие, то есть в церкви, это все, Господь говорит, избегать от этого не ходите, почитайте, вникайте, нам праведность дана, мне праведность дана, верую во Иисуса Христа, верую, и его обетование, они и заповеди его простые, простые, очень простые, потому что сам Господь, он их делает, потому что так написано, что войду в них и буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом, значит, доверьтесь Господе, вот это самое главное, вот это призыв всего послания Нового Завета, это поверить, жить в вере, принять праведность через Иисуса Христа, понять, что Господь это совершил для вас, избрал вас и сделал детем Господа, отдел вас в праведность и во славе и в благодати вы ходите. Это мое, значит, сегодняшнее откровение, будьте благословенны, пусть читайте слово и, пожалуйста, пишите, если у вас какие-то комментарии. Слава Богу! Спасибо!